Завтрак буду готовить. Яйца. Кофе сварился, но я хочу есть. Яйца сейчас я пожарю. Будет мой завтрак вкуснейший. Ой, сейчас я поем. С утра снова мне показали кучу фотографий грибов, я не пойму. Люди будто бы прямо хотят. Хотят, чтобы я негодовала. Просто кучу грибов снова мне прислали. Да что ж такое-то, а? Я предыдущие, вчерашние видео забыть не могу с этими грибами. Я здесь, они где-то там. А мне снова новую партию. Пишут мне, езжай в Карелию. Ребят, ну 2000 километров, даже не 2000 километров, но это 1000 километров. Вы понимаете, что это бросить все, ребенок в школе и поехать в Карелию за грибами. Да? Одну меня муж не отпустит, потому что, во-первых, дорога не близкая. Во-вторых, собирать там грибы, все делать, прочее. Лена с Андреем, это понятно, но Лена с Андреем они для себя там делают. Мне пишут, к Лене с Андреем езжай. А как я буду вообще там жить одна без мужа? Или что, или мужа с собой пусть здесь сын один будет? Так тоже меня не устраивает. Или как? Ну это же невозможно. В общем, вариант один на десять. Ждать пока пойдут опять, если не пойдут. Если они не пойдут, то вариантов больше нет. Ехать куда-то, мне девушка одна замечательно написала, приезжайте, 220 километров у нас до места дислокации, где произрастают грибы, там их навалом, я вам все покажу. Ну вот я вчера сказала, говорю, может я туда съезжу, говорит, ну 220 туда, по лесу ты 4-5 часов походишь, это 100%, потому что раньше тебя туда не выволочить. А потом обратно 220? То есть ты хочешь сказать, что ты 450 километров туда, обратно хочешь одна проехать, после леса ты спать хочешь, и ты вот это будешь ехать? Он говорит, нет. Мне говорят, эти грибы не нужны. Я говорю, вместе? Вместе он говорит, хорошо, только мне на работу надо. И все. На этом мы порешали. Осталась тетя Оля яйца жарить. Какой-то жмет мне. А еще прикол хотите? Ребята, Вот знаете, есть такая поговорка, добрыми намерениями выслана дорога в ад. Знаете такую-такую поговорку? Вот сегодня в очередной раз я убедилась в правоте этой поговорки. Давайте расскажу вам, ну так, слегонца, потому что я не хочу полностью все рассказывать. Ну так, слегонца вам расскажу. Есть магазины, интернет-магазины, которые кидают людей, правильно? Не поверите. Но есть люди, которые пытаются кинуть интернет-магазин. Парадоксально, но это факт. Казалось бы, как можно кинуть интернет-магазин? Можно. И мне мои интернет-магазины некоторые написали, что такой человек есть. И причем написали все про одного человека. И не только интернет-магазины. Несколько обычных людей мне написали про то, что человек им пишет и хочет там что-то от них. И они ему готовы помочь. Но так как я уже знаю всю ситуацию изнутри, я говорю, ребята, друзья мои, вот мне надо помогать тем, кого вы ни хрена не знаете. Потому что вы потом будете ругать себя в этом. И вот, я знаете, еще вот, ну вот терплю, вот чуть-чуть терплю, терплю, терплю. А потом просто расскажу, кто это, если это не прекратится. Расскажу и поставлю ссылку на аккаунт, какого хрена происходит, и мне все пишут по поводу вас. Я что-то не могу понять. У меня почти что каждое утро начинается с переписок о вас, как вы хотите кинуть какого-то человека. Я что, личный секретарь какой-то или что? Я знаю, что вы меня смотрите, в себя придите. Иначе я не посмотрю ни на что. Я оставлю на вас ссылку, и всем интернет-магазинам, которыми я пользуюсь, тоже отправлю ссылку на вас, дабы они вам ничего не продавали. И прямо отдельную папку сделаю. Мошенники, которым ни хрена отправлять не надо. Играет с огнем. Это что такое, я не поняла. Лохов ищите? Не надо искать лохов. У нас людей достаточно умных. Просто вам из добрых побуждений хотят помочь, а вы кидаете. Кидаете. Это именно так и называется. Вспомните ситуацию, когда вы денежки не отправили. И пришлось мне разбираться в ваших вот этих вот взаимоотношениях. И только потому, что вам почему-то вдруг наконец-то стало стыдно, вы эти деньги отправили. Еще одна мне будет какая-нибудь запись, что ваша вот эта вот просит что-то сделать, подписчица. Я вас даже из друзей удалила, для того, чтобы магазины, да люди не думали, что я с вами дружу. Я не была у вас такого мнения. Ну, видимо, зря. Это вообще... Мне пишут, вот это вот, я должна разбираться. Кого-то приплетают. Пусть мне это отправят. Деньги потом мне отправляют. Потом мне пишут. Деньги отправьте. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Вот она деньги не отправляет. Это что за херня? Прошу прощения. Это что вообще происходит? Нет, я вообще человек терпеливый. Как бы это смешно не казалось. Кажется, что я вот буйная, да? Но я терпеливая. И терплю я уже довольно давно. Так что, ребята, мой вам совет. Если вам пишут в интернете друзья, которых вы знаете неделю, и просят, пожалуйста, сделай вот это и сделай вот эту услугу мне. Я буду тебе очень благодарна. Сто раз подумайте, нужно ли вам тратить свое время на непонятно какого человека. И, возможно, вам потом это еще ударит по карману. Это все хорошо. Хорошие дела – это хорошо. Но только уже несколько пострадавших от этих хороших дел мне написали. И мне этих людей искренне жаль. Вообще я даже не думала. Вот как, да? Я даже об этом человеке подумать не могла такого. Не могла. Но сейчас факты говорят об обратном. Вот не та собака кусает, которая лает, а которая молчит. Вот это факт. Та, которая лает, не укусит. А вот та, которая молчит, сидит, ждет, вот она и цапнет. Милая, добрая, хорошая. Те, кому мы, те, черки водятся. Вот так, друзья мои. Пойдемте завтракать. Кофе нальем. Вообще уже. Просто накипело. И сегодня с утра снова мне присылают. Да юбористы. Я говорю, она что, не угомонилась, что ли, до сих пор? Вы представляете? Это вообще как? Нет, это вообще как? Я реально, я как будто секретарь. Мне начинают тут это писать. Мне вот это сделал. Я реально удолбалась уже. Больше я секретарем не работаю, извините. Просто буду делать аккаунты, вот огласки полностью. Если будут какие-то вот такие вот вещи, еще и на меня она ссылается. Ни хрена себе. На меня. С какого рожена? Сестра мне, что ли? Или кто? Подруга? Не подруга ни разу. Все мои друзья никогда не подставят меня. Никогда. И называть меня там какой-то подругой, которую вы хотите подставить, это вообще. Дружба заключается не в том, чтобы сослаться на человека, а в том, что вести себя нормально. Подруга, хрена себе. Доброе утро. Нормально, да? Только вчера сказала, что я всегда просыпаюсь с хорошим настроением. С хорошим-то я просыпаюсь. Вот в процессе моего утреннего быта мне могут это настроение испортить. И как ни странно, они не домашние мои. Не муж и не сын, а посторонние люди. Все, в общем-то, идем завтракать. Вообще, я прямо обалдела. Сколько можно? Все, друзья мои, успокоились. Пойдем. Пойдем.